Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий, я нахожусь в горах и читаю Библию, Евангелие от Луки. Именно это Евангелие, третье по счёту в Новом Завете, оно мне очень сильно нравится. И Лука, он был врачом, и как он написал это Евангелие, оно очень-очень меня касается, моего сердца. И я читаю сейчас 12 главу, 15 стих, и там стоит следующее. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Как много людей считают себя счастливыми, удачливыми, состоявшимися, когда смотрят на свой автомобиль, дорогой, приподнятый от земли, на свои несколько домов, квартир в разных странах мира, на сбережения в разных банках, в разной валюте, на огромное количество одежды, которая у них лежит в шкафах. И эти люди не могут понять, что их тело не может одновременно находиться в нескольких домах, в нескольких странах. Они хотели бы этого, но у них не получается. А Иисус говорит, берегитесь любостяжания, потому что жизнь человека не зависит, жизнь не зависит от изобилия. Смотрите, жизнь не зависит. Это очень важно осознать и понять. И дальше идет притча о том, что человек собрал огромный урожай, и он не вмещался в его склады и житницы. И он решил их разрушить, собрать туда в новый, а потом больше не работать и покоиться. А Бог говорит ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут, множественное число у тебя. Кто возьмут? Бесы? Кому же достанется то, что ты заготовил? Смотрите внимательно, дальше люди даже не думают об этом вопросе. У этого человека наверняка были дети, может быть, даже внуки. А знаете, что Бог ему говорит? Кому же достанется то, что ты заготовил? Значит, Бог усмотрел дальше. Гораздо дальше. Оказывается, это имущество не принесет счастья и пользы ни детям, ни внукам. Представляете? Значит, когда человек заботится материально о своих детях, чрезмерно, о своих внуках, и он думает, нет, побольше, побольше, вдруг произойдет инфляция, вдруг переворот, неизвестно, кто придет к власти, неизвестно, какая реформа денежная произойдет. Нет, нет, все это Богу неинтересно. Он знает, что произойдет вперед, и он говорит, это не принесет пользы. Не только вам, но и детям вашим, и внукам вашим. Удивительно. Порассуждайте на эту тему. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok